Всем привет! Сегодня история от анонима. Давайте приступим. Сейчас я ее зачитаю. Вы можете тоже дать свои советы в комментариях под видео. Итак, добрый день, Галина. Моя сестра мне посоветовала обратиться к вам с отдельным советом, так как вы замечательный психолог и очень помогли ей. Спасибо вам огромное. Ваш труд, помощь людям. Моя проблема состоит в том, что я не могу понять, как правильно нужно относиться к мужчине, как выстраивать здоровые отношения. Я знаю, у вас был марафон, но я не попала тогда на него. Скажите, пожалуйста, как оказывать правильную поддержку мужчине. Я постоянно ругаю своего мужа, не хвалю и постоянно требую что-то от него. Сейчас я, когда буду читать письмо, я буду периодически останавливаться и давать комментарии сразу по ходу. Каждый раз кажется, что он неудачник и делает мало для меня и дочери. Устраиваю скандалы и не верю в него. От негативной такие скобочки, такие смайлики. Но смотрите, это уже ваша претензия к вашему супругу. И она, видимо, сформировалась не просто так, если этого повода. Я хочу о чем сфокусироваться. Вот эти претензии, вот это вот все, что сейчас я зачитала, это и есть ваше отношение сейчас к вашему супругу. У меня сразу вопрос. Зачем с ним быть, если у вас такое к человеку отношение? Его не поддерживать нужно и верить в него. Наверное, с ним отчасти надо прощаться или вот он такой, вы его видите вот таким. Вы сейчас меня спрашиваете изначально, пару строчек я прочитала о том, а как мне себя переделать? Как ему надо поддерживать, помогать ему, его удушевлять и так далее, поддерживать мужчину? Всегда думаю, что ничего не добьется и получится, как будто я его унижаю. Он в последнее время стал слишком нервный, злой и агрессивный. Я понимаю, что делаю неправильно, но из-за отношений, в которых мы часто не понимали друг друга, теперь по любому поводу во мне просыпается ненависть к нему. И такие выпученные глаза, смайлик. Видите, вы боитесь ненависти, вы боитесь своего чувства ненависти. Скорее всего, это чувство запрещенное в вашей семье ранее было, не с мужем, а вообще по жизни. Вам запрещали выражать злость, ну не одобряли, запрещали злость, агрессию, вот эти проявления. И для вас это вот такое, типа я сейчас так к мужу негативно плохо отношусь, и я, скажем так, стыжусь отчасти этого, подавляя в себе и пытаюсь вот себя... У вас спрашиваю совета, а как мне злиться на него? А как мне его, назовем так, полюбить, зауважать, а я его не уважаю, злюсь? У меня, повторюсь, может быть, стоит не уважать и злиться, то есть есть какой-то повод для этого. У меня сразу чувства, понимаете, они просто так сами по себе не возникают. Как всегда, во всем виноваты двое, и если ты испытываешь какие-то чувства в человеке, как бы ты сбрендил сумасшедший и так далее, как правило, это наша реакция эмоциональная на действие или воздействие другого человека. То есть, ну условно, что ты сделал, чтобы к нему такое не испытывать? То есть, первое, никакого того в этих чувствах нет, злитесь, ненавидите, разрешите себе это делать для начала. Ничего вот такого нет. Никто вас по голове не ударит, это не зазорно, не ужасно. Ненавидите и ненавидите, значит, есть повод. Сейчас будем дальше разбираться. Дело в том, что когда я родила ребенка, вот они и начались поводы, давайте. Родила ребенка, у нее не было финансов и работы. Работу он долго искал, и я тогда его выгнала. Мы расстались на 5 лет. Он уехал в Россию, жил там 3 года, и мы забыли друг друга. Также он не помогал ребенку, не звонил 2 года вообще своей дочке. Потом в один неожиданный момент он приехал и пришел к нам домой, чтобы поздравить дочку шестилетия. То есть, ваш папа, дочки, пропал ваш муж на 5, блин, лет. И вы отмечаете, ребенку не звонил, не общался и так далее. То есть, он был безответственным, работы там на ребенка, денег не было и все прочее. Вы с ним расстались, выгнали тогда его из дома. А вы с запросом, скорее всего, были, чтобы мужчина помогал, содержал вот эта вся история. Маленькой девочке хочется на ручке. И он пропал, оставил всю ответственность на вас. И ребенка не видел, не общался. И тут, здравствуйте, типа, приехали. Я вот он. Вот он повод для обиды. Ваша ненависть, это обида на него. То есть, обида порождает эту ненависть. Я его, конечно же, впустила, потому что не имела права решать, за ребенка общаться им или нет. Дочь была счастлива, увидев ее. Ну, логично, я бы, наверное, тоже впустила. То есть, да, ребенок имеет право общаться с папой. Но впустила ли бы обратно в свою жизнь, это уже мой вопрос, да. Я решаю, нужен мне этот мужчина или нет. Дочка имеет право общаться с папой, например, а я с ним жить или возвращать отношения не обязана и не должна. Если я на него обижена, у меня есть к нему претензии. На тот момент у него была работа и хороший заработок. Он встал на колени, просил прощения, что не звонил и не высылал нам деньги. Вот сказал, что хотел скопить и вернуться тогда, когда сможет полностью обеспечить ребенка. Сказал, что любит нас, не забыл за все эти года меня и хочет вернуться в семью. Я считаю, что нет оправдания поступку такому, когда отец не общался с дочерью. Это уже не отец. Абсолютно поддерживаю, я разделяюсь, да. Он вас бросил просто. А если 5 лет, он хотел деньги скопить. А если 5 лет ребенку есть, нечего было и так далее. Он об этом тоже не думал, да. Как вы там выживаете. Да, и не жил он с ней все детство. Но несмотря на это, он был молод, ему тогда было 25 лет. «Подумала я и дала шанс на исправление и воссоединение семьи». То есть у вас есть принцип определенный, да. Вот вы четко пишете, я считаю, он предатель, отсутствовал, не заслуживает прощения. Я что делаю? У него появились деньги. Теперь я вижу в нем вот этого, кому можно на ручки переложить ответственность, кто будет о нас заботиться. Я ему дам шанс, наступая на свой принцип. Тогда вам надо было понять, у меня принципы-то есть или нет. Нет. Если у меня есть такой принцип, то что он уже не отец, типа. Если вы его распатриваете как не отца, зачем тогда ребенку он нужен? Пусть он будет приходящим этим папой отдельно. Не надо воссоединяться, у вас к на него обида. Обида равно злость. Окей, продолжаем. Первый год он очень старался, постоянно подстраивался под мои просьбы и желания. Все деньги приносил в семью, стремился, чтобы все у нас было. Всех приглашаю на мой новый марафон, который начнется 20 июля. Это будет 4 прямых эфира. 4 недели подряд мы будем с вами встречаться по средам в 19.00 по московскому времени в закрытом аккаунте в Инстаграм. Спасибо особенно тем, кто проходит все мои марафоны. Мне очень приятно. Вашего постоянства. Жду вас снова. Темы, которые я хочу затронуть в этом марафоне. Я хочу больше времени уделить разбору ваших любых ситуаций, не конкретно по тематике. Вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют. И по сути за стоимость недорогой консультации психолога часовой вы получаете 4 консультации, 4 прямых эфира и еще и группы чат общения с единомышленниками, которые тоже заинтересованы в решении своих проблем. Доступ к этим эфирам у вас всегда остается в вашем аккаунте навсегда. Вернуться к просматриванию, обновить информацию, что для себя новое узнать, пересмотрев это все или когда у вас настанет время. Вы можете просто сейчас это оплатить, а поучаствовать, посмотреть эти видео, воспользоваться информацией гораздо позже. Так как я хочу сфокусироваться на индивидуальных ваших историях, запросах, вопросах ко мне, чтобы мы группой все это обсуждали, я консультировала вас. Но немножко общей информации, какой-то темы, лейтмотивы этого эфира всегда будет. Это обязательно тема личных границ. Я ничего не должен для других. Как начать людям отказывать? При этом не чувствовать вину за собой. Помощь и спасение. А я должен жить для себя в свое удовольствие. И как при этом еще без ущерба для себя помогать другим людям, но не спасать их. Что такое полюбить себя? Все об этом говорят, но никто не говорит, что конкретно для этого нужно делать. И мы с вами разберем конкретные действия. Ну и последний эфир у нас, конечно же, будет о теме родительско-детских отношений родителей и дети. То есть о ваших взаимоотношениях с вашими родителями или с вашими детьми. Если вы решили все-таки, заинтересовались поучаствовать в марафоне, хотите отлечься от того, что вокруг вас происходит, все очень просто. Стоимость марафона, участие в нем 2000 рублей. Для тех, кто живет за границей, это 35 евро. Напишите мне на почту, которая указана в инфобоксе под видео. Хочу в марафон. И я вам вышлю список вариантов оплаты марафона. Хочу напомнить, что стартуем мы 20 июля в 19.00. Это среда. Всех вас жду. Давайте соберем классную большую компанию. Проведем прекрасное время. Заодно разберемся со своими проблемами и научимся жить по другому. Уже моментик в акцент делать о том, что все деньги приносил семью, стремился, чтобы у нас все было. Но мы не жили каждый день вместе, потому что работа была в России. Жили мы в Киеве. И он каждые три месяца приезжал домой. И мы умели жить только на расстоянии. То есть у вас, в принципе, проблемы в отношениях. Вы вместе не можете. Это не про любовь. Это про страдание и мучение. И вот это удачно совложилось. Каждые три месяца приезжал. Только хорошее. Понимаете, он приехал, эйфория еще, денег привез. А ребенке позаботился, игрушек там, не знаю, накупил и так далее. Ну, я условно говорю, да, вот это чувство приподнятости. Обнимались, целовались и соскучились. Побыл какой-то короткий промежуток времени. Уехал дальше на работу опять, да. То есть вот этой бытовухи как таковой-то, да, которая показывает характер, злость, эти другие чувства и эмоции где-то негативные, да, они не успевают появиться. Потому что он, ой, уехал, муж скучает, начинает. Понимаете, делать-то не про любовь, а про то, что вместе мы не можем долго. Поэтому так удачно складываются обстоятельства, что мы на расстоянии живем. Вот эта фразочка «гостевой брак» это тоже в эту копилочку. Это вообще на самом деле страх отношений. Гостевой вот этот брак, это не форма отношений здоровых, я имею в виду. Все вроде бы было хорошо, но обиды за прошлое мне не давали покоя. Вот оно, вот задали вопрос. Я на него злюсь, а как мне его перестать злиться на него? Надо его простить. А если вы простить не можете, не быть с этим человеком. Нет ему прощения. У вас обида сильнее, чем прощение. Значит, вы с ним быть не можете. Все, надо искать другого. Бывало, что я себя некрасиво вела, срывалась на него, устраивала бытовые скандалы, была холодна в интимной жизни. Он все терпел, потому что понимал, что обида у меня в прошлом, на него. Видите, у вас чистая схема наказания идет. Обида вам еще и, это ваша вторичная выгода от этой обиды. Почему вы с ним, скажем так, вместе держитесь и не бросили его, впустили обратно в свою жизнь. У вас был классный ключик. Он все терпит, потому что у него чувство вины, а у меня обида. У нас вот эта история, на самом деле, вообще нездоровых отношений. У него чувство вины он помалкивает. Я над ним измываю свою обиду, скажем так, издеваюсь от части, свою юбиду. И, короче, это вторичные выгоды, то есть это эмоции какие-то плюсовые у вас тоже от этого и идут. Так, дальше. Он все терпел, потому что понимал, что обижал меня в прошлом. Но просил все забыть, начать с чистого листа, хорошее отношение и семью. Он много раз обманывал и было тяжело довериться мне. Увидел его хорошие отношения и заботу, которой не было раньше, я подумала, что он повзрослел и справился. Потому что ему теперь 30 лет. Улыбающийся смайлик подмигивающий. Отношения на расстоянии сначала устраивали, а потом начали напрягать. Ну, естественно, потому что у вас вы к ним привыкли, вам опять нужно было эмоциональные какие-то качели. И, короче, схема стала неинтересной. Я себя чувствовала одиноко, да и у дочери не было отца рядом. Потом из-за коронавируса он не мог вообще приехать полтора года. И, конечно, отношения разладились, и мы редко стали созваниваться. Позже он уехал в Германию на работу. Через несколько месяцев началась война в Украине. Ой, мы в этот период жутко ругались, но все равно с дочерью поехали к нему спасаться от войны. Я надеялась, что отношения наладятся, когда мы будем рядом. По приезду я увидела другого человека и вижу до сих пор. Семейные ценности и уважения ко мне испарились. Наверное, потому что их и не было. Он пришел с чувством вины исправляться. И он на самом деле это был обман, назовем так. Камуфляж определенный для вас. Он показывал то, что вы хотите видеть. Ему надоело, может, свое скитание одиночества пятилетнее. Он где-то шлялся, непонятно чем занимался. Ему захотелось типа семьи. Характер-то его внутри такой осталось. Делать не в возрасте 25 лет, он и в 30 такой же остался. А просто вот эти полтора-три года, сколько вы-то сейчас общались, неизвестно. Мне не писали конкретно. Это была промо-картинка. То, что вы хотите видеть. Внутро его вот такое, как вы его сейчас в Германии видим. Дальше читаем. Человек живет своей жизнью. По выходным отдыхает не с нами, а с друзьями. Да и такие нервные и злым он никогда раньше и не был. Потому что вы сейчас с ним рядом. Вас с ним держало расстояние. Не сближение. Вам тогда с ним было легко общаться. Ему тоже с вами. У него был тайм-аут и у вас тоже. То есть, понимаете, здесь история про то, что вы не созданы друг для друга. У вас вместе вам никак. Видите, плохо. Вы на него злитесь, унижаете. Он вас тоже злится, вы тоже чем-то бесите и так далее. Возможно, он понял, что без нас, без меня ему лучше. Семья это не его все-таки. Просит у меня поддержки и советов, но при этом делает все все равно по-своему. С моими словами не считается. Зачем тогда вообще что-то спрашивать у меня? Я не понимаю. Логично. Вы абсолютно правы. Ему нужно... У него нет проблемы с самооценкой есть. Ему нужно участие в его жизни. Но все равно будет... Короче, ему нужно подкрепление. Перед тем, как решить что-то, он берет советы, но делает все равно по-своему. Ему нужен сам процесс задавания вопроса, совета, участия в его жизни. В Германии начались трудности с работы. И он начал будто сходить с ума. Неадекватный. Живем в одной квартире как соседи. Ну, неадекватный, потому что у него ответственность, которой раньше никогда не было, за вас и за дочь, за деньги. Он знает, что для вас это важный момент. А вы его сколько-то уже дрессировали на тему финансов и от него раньше отказались. Когда-то на 5 лет. Он знает, что у него работы не было, ответственность, у него этот триггер идет. Поэтому он как сумасшедший себя ведет. Ему очень некомфортно, страшно. Дочь только рядом со мной. Он уезжает отдыхать один никуда, куда ему надо. Еще говорит, что ему тяжело, а я сижу и не работаю, ничего не делаю, что я лентяйка. Когда у него есть деньги и все хорошо, он ставит семью на второй план и едет к друзьям. А когда денег нет и проблемы, тогда он общается со мной ласково и нормально. Потому что ему нужна, типа, поддержка, все прочее. Короче, история эта древняя очень, с самого начала. И вот когда он, назовем так, ушел от вас, не надо было его принимать обратно. Но вы это сделали. И то, что сейчас происходит, это, знаете, это последствия неразобранных отношений, незаконченных отношений еще когда-то. Сколько там сейчас вашему ребенку лет? Где-то, допустим, в 10, да, 9-10 лет. Так вот, эта история вот такая долгая уже. Вот этого возраста, все с самого начала. То есть когда, мы уже просто, назовем так, родили ребенка, и сейчас многие напишут, вот какая плохая, его надо было поддерживать, а ты его выгнала, без денег он тебе не нужен, а с деньгами нужен. Может со стороны показаться так. Но вот это зарабатывание денег на семью, на ребенка, когда ты родила, девочки, давайте будем честны. Все хотят рожать в защищенной обстановке, атмосфере в семье, когда есть что пожрать, когда есть на что купить пеленки, памперсы и все такое прочее. И когда ты рожаешь, и у тебя муж без денег, без работы, тоже, знаете, мы бы тоже, может, как-то так поступили. Но я к тому, что вот вы тогда его, назовем так, выгнали в первый раз, когда ребенка родили, и он не общался, пропал, безответственный. Ощущения-то они нужны, неответственны, а ребенке обо мне не думает, не защищает, не кормит и тому подобное. Выживайте, как хотите, бросил. Вот вам показатель этого человека. Не надо было возобновлять общение, все очень просто, предельно. Вот она, назовем так, если можно сказать, вот этот вот гвоздь, короче говоря. Все, что дальше у вас, это все попытка натянуть того, чего нет. Попытка исправить проблему. Не, не исправишь. Вы просто разные люди с разными запросами. Вы не подходите, не надо мучить друг друга дальше. Так, и заключение. Галечка, может, я действительно не права в том, что мало даю ласки и поддержки. Вы ее не можете давать, сразу отвечаю на вопрос, потому что у вас есть обида. Вы не можете через обиду насильно себя издеваться над собой, давать то, чего вы не можете вырабатывать. У вас первое, знаете, сжимаются зубы, он вас бесит, раздражает своему поведению. То, что сейчас накатилось, то, что раньше вы его до сих пор не простили за то, что он вас тогда бросил с грудным ребенком. Возможно, с мужчиной нужно вести себя иначе. Просто обиды съедают иногда, хотя кажется, что простила его и его за безразличие. Не простили, раз обиды съедают. Вы сами это все в предложении написали. Еще за два года нашего полного необщения у него была женщина, с которой он не жил, а просто спал. Но все же много дочья. Я нашла их переписку. Понимаю, что он тогда был свободен, конечно, но это тоже дело дало трещину, естественно. На женщину время было, а на дочь нет. Злой смайлик. Смотрите, вы постоянно говорите, за дочь вам обидно, с дочерью не общался и так далее. Я понимаю это чувство. Здесь два момента. Либо когда-то с вами в детстве ваш папа не общался, и для вас это поэтому больная тема, вы так реагируете на это, вам не хватало общения с своим папой, или вы с ним жили, но он не общался с вами внутри семьи, не занимался вашим воспитанием. Либо второе, дочь здесь может выступать, как некий манипулятивный момент. У меня есть дочь, то есть я с мужем тягаю канат, перетягиваю канат обид и вины, вот этих чувств, через ребенка. То есть мы убираем слово ребенка. Время на женщину. Вот ваша фраза, которую я сейчас прочитала. Я сейчас как психолог ее читаю. Время на женщину было, а на меня нет. Слово дочь здесь, это дорожка ко мне. Понимаете? Причина не в дочери, а во мне. Мне мало внимания от него. Следующее предложение. Ну, все и ясно. Он говорит, что ждет того же самого. Вот мы и ждем друг от друга что-то. Я думаю, что, наверное, он наигрался в семью и не готов нести ответственность. Совершенно верно. Он уже тогда был не готов, и сейчас он не готов. Это такой человек. Пожив полтора года, один он понял, что одному ему хорошо. Иногда мне кажется, что ему нравится быть одному. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом. Очень вас прошу о помощи. Заранее благодарю. Я вам скажу про мужчину. Помощи я вам все рассказала. Помогу я чем? Расскажу немножко про вашу супругу и его проблемы. А что с этим делать, вы уж сами будете решать. У вашего супруга проблема с доверием. Ему нужна поддержка. Он не уверен в себе, в своих начинаниях. У него проблемы с мамой вообще. Воспитание с мамой. Ему нужно было найти женщину. С какой женщиной он может быть в браке. То, что он от вас спрашивает. Чтобы его поддерживали, заглядывали в рот, хвалили. На самом деле он считает себе мамку, которая будет поднимать ему самооценку. Говорит, у тебя все получится, ты молодец. Есть такие женщины, которые очень любят так это делать. И считают, что это вообще лекарство для всех мужчин. Надо их хвалить, они все в дом будут тащить. Нет, девочки, это заблуждение. Это только на одну категорию мужчин. У кого проблемы в этом плане, в кого мама не верила. Или в семье его с кем-то сравнивали. Короче, это вопрос самооценки. Но от мамы, да, в него не верили. Вот с таким мужчиной это будет работать. Но далеко вообще не со всеми. Это не подносит для всех мужиков. Но вы не можете это сейчас сделать. Потому что у вас есть обида. Потому что он вас обидел в самом начале, вас предал. Вы это не простили. И из-за своей обиды вы вот такой поддерживающий. То, что он вас спрашивает заботу, вот такую вот, не можете производить на уровне чувств и эмоций вашего состояния. У вас производится другой негатив, унижение, я на него давлю, на чувство вины и так далее. На самом деле, что вы делаете? Вы с ним сводите счеты за свою обиду таким поведением. И в этом у вас ничего не клеится. Он не может от вас получить то, что вы хотите. А вы из силы своей обиды дать ему это не можете. Есть ли смысл дальше продолжать это передягивание каната, я не знаю. Это вам решать. Порой проще, наверное, бросить и найти что-то другое, чтобы не тратить тупо время и свои нервы, в конце концов. Не издеваться просто друг на друга. Если вы все-таки друг другу подходите. То есть этот вопрос может решиться, когда пройдет ваша обида. Почему такая обида сильная и не ушла? Да потому что он, проекция его действия, которая вас обидела, пообиды-то на самом деле, часть только на нем. Что-то подобное с вами когда-то было. Когда-то также обидел вас мужчина, либо другие какие-то отношения, либо ваш папа, либо мужчина, который вас воспитывал, предательство. Схема закрылась, понимаете? Он вам обидел, еще усилил чувство обиды на кого-то до него. Поэтому вы ему до сих пор это простить не можете, хотя он хоть как-то это искуплять, пытался всяко-разно. Вы еще застряли в прошлом. Поэтому я бы рекомендовала вам обратиться к психологу, раскопать там, где вот эта обида, что там произошло-то когда-то, что-то с этим разобраться. И, возможно, у вас будет шанс наладить отношения с вашим супругом сейчас. Он может стать ответственным, семейным. У него есть этот запрос, он хочет. Но только при одном условии. Вы готовы вообще понимать, что ему это условие нужно? Когда в него верят, хвалят, выладят по голове и поднимают тем самым всем этим самооценку. Он может быть семейным, он может быть таким. Он может найти другую женщину, которая будет это давать, которую он не успел обидеть заранее, потом от нее сбежать. У него может быть вот это счастье, назовем так. Так, ваша проблема, это обида ваша, не позволяет ему это дать. Я уже раньше об этом сказала. Слово «дочь» убираем, ставим «я», «меня». Это отношения вас и супруга. А у супруга с дочерью свои отношения. За нее решать не надо. Ребенок уже сам выбирает общаться с папой или нет. Есть он в ее жизни или нет. Дайте ей право выбрать. Не решайте вы за ребенка. Потому что это смотрится как ребенок. Это цель, средство только притянуть своего мужа обратно или решать с ним канат передергивать. Короче, эмоционально свои качели развивать. Ребенка вычеркиваем схемы. Я мой муж, я мой ребенок отношения. Я мой ребенок муж, отношений этой цепочки не существует. Если цепочка у вашего мужа «я, он», то есть «я, она» супруга, «я и наша дочь», «моя дочка». Вот у них нет, понимаете, не существует сетки общения с вашим мужем через вашу дочь. Нет, это отдельно разрубленное. Это называется зона моего влияния. Я об этом говорила, это на марафоне ближайшем будет. Если хотите, подключайтесь, там почта есть в инфобоксе, можно подключиться к марафону нашему. Это зона моей ответственности. Я могу решать свои общения с дочерью, со своим супругом. Моя зона ответственности. Что-то мой муж с дочерью меня не касается. Это их зона ответственности. Я вот не лезу, об этом не говорю. И поэтому для дочери за отца там не думаю. Дочери не рассказывают, что отец хороший, хотя он, например, подонок некоторые так делают. Или дочь не учу, что отец плохой, потому что у меня на отца обида. Нет. Сколько бы ребенку не было, это общение ребенка и отца. Дайте раз шишку набить, ребенок не дурак. Он почувствует обман, предательство, плохое отношение, больше не полезет. Он сам не захочет общаться с плохим родителем, который его обижает. Дайте выбор. Пока вы ребенку создаете такую ауру, обеляете там плохого родителя какого-то или еще что-то делаете, вы делаете ребенку хуже. Вы пудрите ему мозг, его разочарование потом будет еще больше, потому что он подрастет. Дайте ему разочароваться один раз по мелочи, чем огромное предательство и психотравму потом испытать. Но на эту тему вот все. Пишите комментарии, что вы посоветуете, скажете героине письма. Я свое высказала, разложила вам. Мы читаем, знаете, 16 минут, примерно 15 видео. Я вам дала, допустим, полчаса консультации с психологом, до чего мы с вами могли докопаться. Если вам нужна помощь психологическая, можете ко мне обратиться без проблем. Еще почта в инфобоксе. Тема письма, консультация. А если хотите поучаствовать, кстати, в марафоне, тоже пишите. Хочу в марафон, я вам вышлю схему, как поучаствовать. Жду ваши комментарии. Пишите героине письма ваши советы. Комментарии к видео, лайки. Спасибо за внимание. Всем пока.